Или нет, не знаем мы, порой в любовь играем, а когда ее теряем, не судьба, говорим. Лаванда, горная лаванда, наших встреч с тобой, синие цветы. Як Йола, можно сказать, был, ну и есть, и остается одним из самых популярных и любимых эстрадных певцов, которые начали петь уже в конце 70-х, ну, скажем, в начале 80-х. Тогда в Советском Союзе все знали, кто есть такой Як Йола, и я надеюсь, что до сих пор знают. И его песни, которые у нас в Эстонии когда-то стали, он же был, ему было только 17, когда он уже стал у нас популярным. И когда он взлетел уже, бывший в Советском Союзе, как-то он просто выделялся своим чудесным голосом. Наверняка и репертуар тогда у него был хороший. И, конечно, и внешность, он своими кудрявыми волосами, волосами, нет, как это, я тело, кудрями, волосами, как это по-русски? Своими кудрями так и сказать, просто кудрями. И своими кудрями, наверняка, женщины просто таяли, когда он вышел на сцену и пел свои «Я рисую, я тебя рисую». Ну, что еще можно сказать, у нас в Эстонии до сих пор поют его песни, молодые любят их перепевать, но так, как он пел он, никто не мог. «Как много пламенных ночей вошли в бессмертие безмерностью своей, вошли воспетые поэтами в стихи, и ярко светят средь ночей дружи, они, как жаркая ладонь, где искры чувства разрастаются в огонь, как много в песнях и стихах ночей таких, а в жизни, как немного их». О концертах мы не так уж часто, но в начале 80-х, я помню, мы были в Казахстане, там были у нас Дни культуры, и, конечно, его носили тогда на руках. И я только рядом думала, как же мне достичь таких высот. Но, а потом он мне даже помог познакомиться с такими замечательными композиторами в Питере, как Виктор Резников и Валерий Севастьянов, кого песни я до сих пор пою, так что я должна ему только огромное спасибо сказать. «Онегинский вид» поет как ангел, но это точно то, против чего мы боремся. «Надежды и мечты, два берега реки, а волны той реки и забвенья полны. Но время пред судьбой мост построит свой, и вновь залет тебя со мной». В Детском Союзе он был, как теперь говорят, супер-популярным. И я однажды слушала, между прочим, его пластинку. Почему-то он не хотел, чтобы его пластинки выпускались, но у меня есть один диск, собранный его песнями. И я думала, как многогранно, сколько же он на самом деле успел песен записать. То, что у нас в Эстонии, их очень много, у нас был конкурс именно Арнойта, где он часто участвовал. И эти песни все остались у нас для людей. Все, спасибо большое. Но последнее время мы никто не знаем, как он жил, потому что он уже лет 15 или больше даже перестал петь. И не хотел как-то и с прессой общаться. И поэтому как-то мы не знаем, чем он дышал, что он там делал. Одно время он, конечно, был преподавателем у нас музыкального училища имени Георга Отца. А потом я, к сожалению, не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok